Как известно, нот всего семь, поэтому неудивительно, что в мире существует три типа песен Оригинал, плагиат и совпадение С вами, как всегда, Вика и шоу АПП Сегодня ты выступаешь в роли судьи и сам решаешь, украл ли исполнитель идею или додумался до всего сам Готов? Тогда не будем долго тянуть, ставь лайк под этим видео и поехали Начнем сразу с очень интересного случая В 96-м году вышел зажигательный хит Тик-Тик-Так Автором данного шедевра стали бразильские парни из группы Карапишу Спустя год Мурат Насыров выпускает сингл «Мальчик хочет в тамбов», который сразу поднимается на вершины всех музыкальных чартов Не нужно быть экспертом, чтобы уловить явное сходство, которое слышно невыраженным ухом Внимательные подписчики не раз обращали внимание на схожий гармонический ряд двух крутых песен «Шантаж» и свой дрим Мэрилина Мэнсона На протяжении всей композиции Коржа есть гитарная подложка, которая является слегка измененным рифом уже знакомой песни Возможно, белорус сам додумался до такого интересного хода А может быть, он вдохновился творчеством «Короля тьмы» Кто знает Самый яркий плагиат начала нулевых песней группы дискотека «Авария Яйца» Не нужно быть ясновидящим, чтобы узнать культовую песню белорусского биопесняра «Косил Ясь Конюшину» При этом сам текст хита слезан с сингла «Диджей Найк», который носит, как нетрудно догадаться, яичное название При этом официально указано, что вся музыка и текст написаны именно Алексеем Рыжовым, что, мягко говоря, ложь Олдфаги здесь Первая версия композиции «Плачу на техно» вышла уже в далеком 2017 году Тогда мало кого смутило уж больно знакомое звучание сингла Мелодия и стиль исполнения похожи на вечный хит «Руки вверх, он себя целует» Ты была лишь моя, лишь моя И мы вместе мечтали купить что-то в Кузнецко Я ж тебя так любил, так любил Думал, что ты ждала меня Что же ты сделала? Сам Сергей Шуков никак не прокомментировал данный ход молодой группы Которая набрала на своем творении более 9 миллионов просмотров Я ж тебя так любил, так любил Ой, что? Ты с зачем нашим мечтали? Я ж тебя так любил, так любил, а теперь потерял тебя Ну нет, это навеяло. Просто я понимаю, что музыка это такая вещь Ааааааааааа, вот. Ребята, молодцы, молодцы, ребят В 1996 году вышло очень много интересных и неоднозначных работ Например, в бенгер-группе «Мечтать летчик». С первых нот можно понять, что за основу было взято творение родом из 69-го «Венус», более известное в народе как «Шизгара». Российская версия вышла очень годной настолько, что получила регулярную ротацию по ТВ и награду в номинации «Песня года». Если бы Юркис был супергероем, то его бы звали «Человек-плагиат». Каждая песня 22-летнего парня – это снятый под копирку мировой хит. Загибайте пальцы, сравним «Свежак. Будем вместе» с «Blurred Lines». Лишь одна с «Sally to me». А песню «Я снова в окне» с итальянским сингл «Байло». Мне кажется, комментарии тут излишние. Хит всех дискотек «Я устал» уже давно успел стать культовым на всем СНГ пространстве, но стоит заметить, что мелодия сингла не нова. Настолько, что была придумана в 1969 году группой «Shocking Blue». Квест Пистолс просто ускорили оригинал и добавили эффектов, дабы на выходе получить самую настоящую бомбу, что у них, собственно, и вышло. Готовы взорвать мозг? Песня «Уна» не является стопроцентным оригиналом. Может быть. Дело в том, что если замедлить в некоторых местах, явно можно заметить сходство с двумя довольно известными работами. «My Hams» от «Black Eyed Peas» и «Mamba Italiana» от «Shaft». Обязательно напишите в комментариях, считается ли это плагиатом. Ну а мы едем дальше. Полуночное такси Димы Билана навеяно звучанием 90-х настолько, что чистый оригинал мелодии уж больно сильно похож на сингл «Ace of Bates» с «Beautiful Life». До этого победитель Евровидения на подобном не попадался. Простим на первый раз. Кого-то раздражает летом тополиный пух, а кто-то от него по-настоящему кайфует. Яркий пример Андрей Губин, который в 2001 году якобы придумал песню «Убегает лето». Он не только взял гармонический ряд песен, но и текст хита группы Иванушек, который вышел намного раньше. Тем не менее, ему-то не помешало открыто выступать на концертах и срывать бурные овации поклонников. Хей, вы еще не знали, кто такой Араш? Помимо фитов с группой «Блестящий» и «Снупдог», он не забывал писать и свои песни, например, «Чори-чори». Внимательно послушав, становится ясно, что шведский Айзи Большанис вдохновился качевым треком «Информер» от «Ребяты Сноу». В 2019-м вышел также сингл «Кон Калма», который стал официальным кавером на песню 90-х, а Раша, разумеется, тут не фигурировал. Покинув группу «Серебро», Молли взяла не только свой образ, но и музыкальные ходы мега-успешного коллектива. Ее творение «Опаленное солнцем» как две капли воды в припеве похож на сингл «Отпусти меня», который вышел в 2016-м году. Возможно, так было задумано, а может быть, это просто совпадение, как вы считаете. Трудно поверить, но знакомый хит про какао – «Плагиат». Унесенные ветром решили не париться и взять за основу итальянскую версию песни «Ло Фаризетти», которую до этого исполняла Мина. В России заимствования никто не заметил, а группа получила нереальный хайп, став одной из самых дорогих на частных корпоративах. Трушные фанаты рока сразу же должны заметить в припеве трека «Leave Out All The Rest» знакомые нотки. Конечно же, это «Leave Out All The Rest». Который исполнял неповторимый Честер Беннингтон. Молодая рок-группа сделала довольно интересный трек, взяв в качестве примера проверенную временем классику. Ну что ж, на этом все. Пиши свой список и отмечай, что здесь, на твой взгляд, плагиат, а что просто совпадение. С вами, как всегда, была Вика и шоу АПП. Ставь лайк под этим видео и если наберем 30 тысяч пальцев вверх, то я сделаю вторую часть этого видоса. Нажимай колокольчик, я тебя жду в своем телеграме и инстаграме, все ссылочки есть в описании. Ну а мы увидимся завтра, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok